Привет, друзья! Дома в разных частях света не перестают удивлять своим неожиданным обликом. Мы уже рассказывали о самых узких домах в разных городах, и вот пришло время обновить этот список. В любимом олигархами всех мастей Лондоне местное агентство недвижимости Уинкворд выставило на своём сайте объект, который отличается не только своеобразной красотой, но и уникальностью. В нём три основных этажа, один подвальный и оборудованная мансарда. Но его главная уникальность в том, что это самый узкий дом в городе и даже, возможно, во всей Англии. Его ширина всего 1 метр 80 сантиметров. Находится он в западной части Лондона, район Шеппердсбуш. Дом втиснут между близко стоящими соседними домами, и кто знает, какая фантазия архитектора и усилия строителей должны были сработать, чтобы сотворить такое неожиданное чудо. От других домов он отличается синим цветом. В доме две спальни, две гостиных и терраса на крыше. Кроме ванной комнаты есть отдельная душевая. За всё это владелец хочет выручить 950 тысяч фунтов стерлингов, что составляет немногим меньше 100 миллионов рублей. Сумма внушительная, учитывая общую площадь дома всего в 96 квадратных метров. Но поскольку квартиры в этом районе Лондона продают не так часто, предложение целого дома очень интересно. Давным-давно в доме была шляпная мастерская. Затем здание продали фэшн-фотографу Юргену Теллеру, от него перешло актёру Саймону Вудсу. Сейчас выставил дом на продажу юрист, который переезжает в другую страну. Здание получается с интересной историей, но и в цене оно выросло вдвое по сравнению с продажей 2009 года. Риелторы утверждают, что невзирая на его размеры, в доме владелец не будет страдать клаустрофобией. На первом этаже оставлена витрина, через которую видна улица. Интерьер его напоминает современный ресепшн, в уменьшенном варианте. Небольшая стойка со стоящей на ней лампой, какие в советское время были в каждом доме. Англичане называют её воспоминанием о первом предназначении дома. Чуть далее шкафчик открытого типа со множеством полочек, где, видимо, когда-то выставлялись шляпы. Оригинально сделана ванная. Кухня отличается аскетизмом обстановки и обогревается только передвижным обогревателем. Из неё есть возможность выхода в столовую и небольшой частный сад через красивую стеклянную дверь. Для большей освещенности помещения в столовой установлен стеклянный потолок. Комната может быть рассчитана на нахождение достаточно большого числа людей. Вся мебель в доме отличается солидностью. Сделана в старые времена из натурального дерева. Постелен добротный, красивый паркет. На верхнем этаже даже есть балкончик внутри дома, с которого видно средний этаж. В мансардную часть здания можно зайти, открыв дверь головой, как на советский чердак. Чтобы этого не делать постоянно, её закрепили специальным механизмом. Учитывая размеры дома, дверь здесь можно было сделать действительно только в полу. Особенную красоту представляет открытая оборудованная терраса. Она возвышается над крышей и отделена от неё надёжным железным ограждением. Здесь стоят декоративные деревья, стол со стульями и складной шезлонг для отдыха. С террасы открываются виды на Лондон. Вся внутренняя обстановка дома выдержана в светлых и откровенно белых тонах, что производит позитивное впечатление. Там, где есть нехватка внешнего освещения, продуманы лампы. Стиль помещений выверенный и практичный, позволяющий использовать каждый квадрат дома с пользой. Вполне приличное жилище для небольшой семьи, где нет слишком габаритных личностей. Интересный вариант для пары с детьми, которым будет необъятное поле для игры с возможностью выхода в зелёный ландшафт. Дом радует своим обликом любителей необычной архитектуры и ждёт своего нового хозяина. На этом всё. Делитесь видео с друзьями и близкими. Пишите ваше мнение в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы у нас впервые. Пока!